Доброе утро, что я закончилась, слава Богу, все живы-здоровы. Вот, ну, счет со сто очков игром-каза двери, с чем я могу играть. Вот, ну, я не знаю, какая сегодня игра была. У меня настроение хорошее после игры. Да, я проверила, посмотрела, там, написано, ту же молодую девочку, у меня возможность, Яну Пашковскую, семна цвет девочки, она там первый раз, можно сказать, что Даня просит играть, и второй, второй по ходу. Вот, то есть то, что я дала, у ГМК такая команда, где есть возможность посмотреть, дать, получить опыт игрокам. Ну, это замечательно, что результат не давит. Ну, вот, то есть очередная такая игра, легкая, свободная. Хорошо, скажите, пожалуйста, у тебя есть какая-то часть четырех лета, которую вы можете выделить, скажем, наиболее ударшуюся, наиболее неудавшуюся? Ну, целую четверть я бы не сказала, а какие-то отрезки, наверное. Начало игры было неплохое, но первая четверть была неплохая, на самом деле. Вот, потом был провал. В третьей четверти тоже очень неровная, на мой взгляд, там, допустим, начали тоже я начала одними русскими игроками. Вот, допустим, где-то в нападении какой-то прям хороший отрезок сыграли, но в защите, допустим, очень плохой отрезок. То есть она такая нестабильная была игра, не без ошибок, естественную. Не лучшая с нашей стороны, я думаю, и не лучшая с нашей стороны ГРК, но в баскеболе бывает всегда все идеально. Ольга Александровна, а как оценить в целом этот групповой этап свой? Ну, собственно, что касается нашей команды, естественно. Ну, я думаю, максимальный результат был бы, если бы мы заняли четвертую строчку, наверное, для нас, мы заняли пятую. И самое обидное, что с равным количеством побед и поражений со «Спартией эндкарм», но по разнице наших встреч мы два очка проиграли дома, и проиграли четыре очка, по-моему, три или четыре. Ну, тоже там игра была абсолютно равная на выезде. И в итоге они заняли четвертую строчку, по-моему, пятую. Вот, этот момент чуть-чуть обидный, ждали мы плывов, ну, хотели попробовать, но, я не знаю, завтра, говорят, будет принято решение, не будет, я не хочу там сейчас о чем-то говорить, доиграем или не доиграем, то есть, ну, не знаю. Вот, поэтому результат около максимального. Я даже не знаю, хороший случай, хороший шанс. Ну, если он состоится, потому что мы все знаем, что все от меня, да, то есть, ну, будет шанс, наверное, сфера. Но это неудачно так сложилось, что стартовая игра, самая стартовая игра чемпионата, она была у нас дома, против «Видного», была самая не лучшая, одна из самых не лучших наших игр. Мы волновались, мы хотели победить. Я всегда предпочитаю играть на выезде первую игру, правда, первый лучший чемпионат, потому что по исполнению, потому что ты играешь дома, и вроде бы результаты начинает там давить, и она была очень некрасивая игра, и мы уступили эти два очка, собственно, аукнулось нам это, на самом деле, вот, потом. Ну, 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 потому что площадки имеют та команда, которая стоит выше, скажем так, так что, ну, какой-то есть небольшой взгляд. Хорошо. Спасибо. Сюда и там три регулярных круга, как-то правильно говорить, три круга регулярного чемпионата, вот, и, в принципе, два, три, это третья сейчас была, уже считается, вот. И, в принципе, результаты не команды, и то, как команда играет, какое настроение внутри команды – это мы очень довольны, лично я как капитан очень довольна, это большое насладение быть в этом клубе с этими девчонками, с этими тренерами, и я хочу, чтобы так было всегда, никогда это не кончалось. Очень жалко, что мы сейчас в таком режиме находимся, но я хочу, чтобы так никогда не кончалось. Есть вопросы? Елена, а как настроение в команде в связи с тем, что отменила Евролига в свои матчи? Спасибо. Закрыла клубно, календарно. Ну, это сложно, конечно. Мы как игроки, учитывая, что весь сезон мы готовились именно к этой части сезона, конечно, это сложно, конечно, это грустно для нас, как и для игроков, которые привыкли всегда соревноваться, мы сейчас находимся на пике своей формы, на пике сезона, и так сразу не доиграть сезон, конечно, это грустно, но с другой стороны, мир сейчас переживает более глобальные проблемы, я думаю, что мы со своими такими, ну, немножко не доиграет чемпионат, не можем никак плакаться и говорить о своих каких-то эгостичных целях, то есть мир сейчас в другом обстановке, и мы должны сейчас быть более открытыми для больших изменений в мире. Мы понимаем, это не важно, мир не может поправить. Мы очень счастливы с нашим победителем. У нас есть 2-0 победителя, 0-0 победителя, и я думаю, что мы сделали очень хорошую работу в этом регулярном сезоне. Мы играем в баскетбол и играем с всех наших игроков, мы делаем минусы, и мы очень счастливы, чтобы победить этот регулярный сезон. Это была последняя игра. Очень доволен результатом игры. 20 побед. Мы в целом проделали очень хорошую работу. В течение регулярного сезона мы задействовали всех игроков, делили минуты, поэтому в целом я доволен тем, как мы провели сезон. И сейчас мы готовы ко всему. Мы находимся в хорошей форме, поэтому мы в ожидании готовы ко всему. Но в связи с тем, что не будет матчей в Euroleague, как будет команда готовиться к плей-оффе? У нас есть много проблем, которые мы готовы к плей-оффе. Мы держим наш уровень и играли очень хорошую баскетболию всю эту сезон. И теперь, ребята, они укрепляют. Петрушина будет скоро, Мадеба будет скоро. У нас все в хорошем состоянии. И мы очень рады. В последние недели мы играли очень хорошо и играли очень хорошо. Мы готовы для всех. Мы ждем. Мы, в принципе, готовы. В первое время сезона у нас было очень много проблем. Были травмы у игроков. У нас не было с Тьюи. Альба не играла. Также у Джей Джей. У Натальи Веру и Петрушиной были травмы. Но сейчас у нас все поправляются. Мы поддерживаем хороший уровень. Проводим хорошую игру. То есть, в целом, мы хорошо провели регулярный сезон. И сейчас мы тренируемся усиленно. У нас возвращается вскоре Петрушина. И поэтому мы продолжаем также тренироваться. Есть еще вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.